Друзья, всем привет! С вами вновь канал Вундер. Прошла еще одна неделя и сегодня 1 апреля. День шуток и смеха. Так что шутики и смейтесь. Ну а мы тем временем посмотрим, что Sony приготовила для нас в очередном обновлении PlayStation Store. Поехали! Начнем с того, что Sony анонсировала игры для PlayStation Plus в апреле. Давайте посмотрим, во что предлагается играть. Never Alone. Аркадный платформер про девочку Нун и ее пушистого песца. Это маленькая, но прекрасная игра. Нам расскажут трогательную историю о том, как та самая девочка с замечательным питомцем пытается спасти свой народ от бесконечной метели. По мере игры вам придется решать головоломки, управляя при этом как зверьком, так и самой Нун. Игра основана на фольклоре северного народа и вопиадах. Одно из многих народностей эскимоса. Tower of Guns это шутер от первого лица в стиле старой школы, созданный на Unreal Engine 3. В игре присутствует множество случайных событий, генерирующиеся на ходу уровни, куча оружия, противников и всего остального. Как пишет о своей игре один из разработчиков Джо Мирабелла, Tower of Guns имеет в наличии случайные уровни врагов, лут, боссов и т.д. Она создана в качестве игры для обеденного перерыва. Но, если вы хотите победить, то вы должны пройти ее до обеденного перерыва. Dishonored это стелс-экшен от первого лица с элементами ролевой игры из Тимпанка. Игроку предстоит выступить в роли Корва, легендарного телохранителя императрицы. Главный герой обладает магическими способностями, например, возможностью временно замораживать противников или контролировать тела небольших животных. Aaru Awakening это двухмерный платформер с рисованной графикой, где вы играете за Аару. Таинственное существо, обладающее способностью к телепортации. С помощью своих сил Аару спасает мир от зла. Когда разработчики думали, как выделить игру из массы подобных проектов, они сделали это, добавив в игру функцию телепортации. И построили весь игровой процесс вокруг нее. Что из этого вышло? Посмотрите сами. Killzone Mercenary это шутер от первого лица для портативной консоли PlayStation Vita. Более того, это первый подобный полноценный шутер для PlayStation Vita. Это второе ответвление и пятая игра по счету в серии Killzone. Вкратце о сюжете. Действие происходит после окончания первой Killzone. Главный герой, Аарон Деннер, эвакуирует посла Виктанов и его семью в пирре. Но операция проваливается. Теперь, будучи наемниками, игроки сами решают, какую тактику они будут использовать для выполнения контрактов. В игре задействован как сенсорный экран PlayStation Vita, так и задняя сенсорная панель. Давайте поиграем. Monster Back это сочетание головоломки и платформера. Главный герой которого небольшой монстрик Ви, пытающийся вести нормальную жизнь среди таких же, как и он сам. Эта игра эксклюзив для PlayStation Vita. Друзья, мы перечислили все шесть игр, которые Sony представила нам в рамках PlayStation Plus на апрель. Поэтому давайте перейдем к описанию обновления PlayStation Store от 1 апреля. Dark Souls 2. Scholar of the First Scene. Это переиздание Dark Souls 2 для PlayStation 4 и Xbox One. В переиздание включены все дополнения, а также совершенно новый контент, улучшение графики и расширенный мультиплеер. Axiom Verge. Типичный сайдскроллер, где мы играем за Trace. Человека, который после получения сильной травмы просыпается в древнем высокотехнологичном мире. Игра делает акцент на активное исследование и содержит более 60 предметов и улучшений. MLB 15 The Show. Это реалистичный симулятор бейсбола, который обещает продемонстрировать мельчайшие детали поведения и эмоции игроков. Доработанный геймплей и оригинальную экипировку. Super Mega Baseball. На этой неделе еще один симулятор бейсбола вырывается в Store. Оставим это видео без комментариев. Смотрите, играйте, а потом и нам расскажете. War Dave. Это аркадный 8-битный экшн-платформер. Друзья, мы рассказали вам о том, что вас ждет в обновлении PlayStation Store от 1 апреля. А также о том, какие игры Sony анонсировала на этот месяц. А теперь мы расскажем о том, что можно забрать в Store со скидкой. Тем временем, в Store продолжается потрясающая весенняя распродажа с большими скидками до 70%. Вас ожидают Far Cry 4, Assassin's Creed Unity, FIFA 15, Call of Duty, Demon's Souls, трилогия Mass Effect и другие отличные игры. Помимо прочего, на этой неделе, 1 апреля, в Store добавили Battlefield Hardline. Игра только-только вышла и уже на распродаже. Отличная возможность. Прилетела к нам и великолепная Diablo 3 Reaper of Souls, которую мы сами, наконец, с удовольствием купили и в ближайшее время запишем в видеогид и путеводитель. Добавили также Battlefield 4, Dragon Age Inquisition. Один из лучших шутеров последнего времени, по нашему мнению, будет Финштайн The New Order. И такие игры, как The Evil of Rain и The Amazing Spider-Man 2. Друзья, весна в разгаре и Sony продолжает нас радовать. Конечно, это не весь список обновлений PlayStation Store на этой неделе. Для более полной информации посетите PlayStation Blog. И, естественно, всё, о чём мы рассказали, вы можете приобрести в самом онлайн-магазине store.playstation.com На этом всё. Не забывайте подписываться на наш канал, заходите на сайт Wunder и следите за нами в соцсетях. До следующей недели. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok